здравствуйте дорогие зрители дамы и господа братья и сестры с праздником вас святой троицы да благоволит к нам всем господь с вами джон крюкер и так заключительное видео по проекту вафф выживание аналитика выводы сегодня я подвожу выводы и итоги сейчас 31 мая 2015 год мы находимся в республике коми город инта в общем я посмотрел видео за 1 мая там у меня был контрольный замер веса в общем у меня было там 97 килограмм 300 грамм 30 мая тоже есть это на видео показано контрольный замес замер веса 91 килограмм 300 грамм потерял я 6 килограмм некоторые там в комментариях пишут типа пару килограмм я потерял 6 килограмм за месяц я потерял и причем как бы не шоковая какая-то потеря веса там там написали что я там потерял 20 килограмм потерять за месяц 20 килограмм это шоковое состояние я считаю для организма и это я считаю что вредно будет для организма резко такой вес потерять 20 килограмм за месяц вот по выводам теперь вот первое что я понял в принципе для человека многого не надо для пищи человек может обойтись такой простой пищей и ну а остальное там как и какие-то вкусняшки это уже наши ну хотелки наши там предпочтение какой-то пищи так вот мне как-то попадала статья такая моллюсках которые обитают в океане в океане или в море не помню там суть в том что исследовали исследователи проводили анализ этих моллюсков и вывели там вещество из таблицы менделеева в этих моллюсках которого там в принципе просто не должно быть ну там говорится о том что они питались в общем ну вот в какой-то среде находились там были такие-то вещества из таблицы менделеева а эти моллюски они производили эти вещества каким-то образом сами то есть чистый элемент какой-то новый появлялся у них вот из таблицы менделеева просто после вот это в этого прочтения этой статьи у меня такая мысль появилась почему вот святые могут выживать на хлебе и воде вот хлеб и вода никаких витаминов нету еще говорят вот питается святым духом то есть это вот есть именно вот та божественная божественная сила или какая-то божественная помощь которая именно дается через неведомые нам я не знаю как как это назвать каналы то есть питается организм независимо от того что мы там едим витамины не едим то есть надо верить уповать на бога но я уже это про святых именно говорю которую есть примеры которые там питались только водой хлебом медом мед конечно там много всяких вещей веществ так дальше что еще хочу такой момент по выдам по выводам сказать что вот полезным для организма полезно вот это голодание многие вот являются но в общем вот тоже я видел такую передачу по телевизору про долгожителей люди пережившие блокадный ленинград и перенесшие голод очень такой страшный голод да но они оказались долгожителями то есть живут по 90 по 100 лет и почему так происходит и ну и вообще люди это не знаю ученые эти заметили эту вот этот факт то что люди которые в течение жизни как-то вот соприкасались с голодом них обнаруживается то что они долгину становится долгожитие вот там говорится о том что вот и я думаю считаю так то что именно включается в организме механизм долголетия именно вот когда человек подвергает себя каким-то вот голоданием вот этот механизм включается в этом в этот момент если человек в течение жизни ни разу не голодал как бы нет вот этих и стрессовых ситуаций для организма и человек просто раньше умирает ну вот просто я вот об этом своих у об этой информации делюсь в общем этой информации с вами что вот голод это полезно для человека дальше картошка по сравнению с крупой это роскошь но это действительно вот если у нас сейчас картошка старая продается по 40 рублей за килограмм свежая она что-то по 60 по 65 лук сейчас свежесть по 65 рублей за килограмм продается вот а крупу допустим вот овсянку я килограмм за 25 рублей до покупал два килограмма можно купить овсянки за 50 рублей картошки за килограмм за 40 рублей и сами понимаете в картошке сколько там содержание воды и клетчатки то есть всяко меньше это и то есть вот эти для нас на севере конечно вот эти вот овощи фрукты картошка там лук то еще ладно по ценам так не так дорого там 35 рублей что там еще морковка еще так 35 рублей остальное вот остальное пропитание она уже дороже и вообще остальная пища которая так скажем вкусненькая она уже совсем там другие деньги для такую пищу а вот если питаться ну стараться экономно питаться то можно в принципе обходиться не такими большими деньгами на питание вот этот такой вывод я вам сказал в принципе наверное это всем известно ну просто вот что акцент на крупах все-таки надо сделать иногда вот кушать кашки допустим ну кто не ест каши может быть так дальше что о набирании веса ну то что то что не есть на ночь здесь часть чаще и понемногу есть еще такая пословица не знаю правильно сейчас я расскажу завтрак съешь сам обед подели с другом ужин отдай врагу то есть я согласен с тем то что надо позавтракать так плотненько пообедать допустим тоже плотненько а вот и поужинать и вот действительно вот эти много-много людей говорят об этом что после 6 часов все-таки стараться не есть потому что у меня после 6 не получается просто есть не есть я работу заканчиваю в пять пока доеду на автобусе до вы до дома там уже часов 7 будет пока приготовлю пищу там ну вообще уже 9 там и получается кушать так часов ну самое раннее 98 поздний там 10 в 11 то есть получается если я много кушаю на ночь то у меня естественно откладывается жир вот то есть вот на ночь надо конечно комары уже начинается но еще не кусает меня стараться кушать поменьше там еще то что с пищей тоже связано но это дальше я буду говорить о качестве пищи вот еще один момент о месте нахождения ну находит на кто находится допустим в городе или в деревне или там город и близко там лес допустим да тоже зависит это все если человек научился вот жить под ножным кормом то есть принципе если у него есть поблизости выход в лес он там же в лесу опять же может себе ну и возможность выезда в лес почаще там в лесу может заготовить себе какие-то продукты пропитания те же грибы и ягоды травы для завара для заваривания различные травы которые будут заменять витамины различные человеку городскому который еще работающий ему в принципе только приходится рассчитывать на свою зарплату и на свои чисто на свои заработанные деньги то есть то что он может в магазине купить потому что у него во первых занятость такая ну допустим вот кто живет в москве они тратят очень много времени на дорогу очень много времени тратят доехать ну это некоторый там контингент на дорогу обратно на работе короче приезжают там поесть немножко отдохнуть опять поспать утром опять на работу и так почти круглый год и как бы ну в принципе у них и деньги наверно позволяет себе пищу тебе там себе позволить различную но тут как бы я такой эксперимент провел это не говорит о том что там какой доход и какая пища это пулу во первых это эксперимент мне очень полезен как об для опыта вот допустим смогу вот сейчас я уже вижу как можно в лесу прожить и пропитание лесными дарами дарами природы вот заготовки на год это следующая заготовки на год ну вот у меня есть эти заготовки у меня и замороженные грибы красноголовики но подосиновики по другому я и во время этого эксперимента не пользовался так как принцип был именно потратить именно сколько я вот данный момент времени что у меня будет кушать то и поесть я себя уже брал из своих заготовок уже было как-то не ну не то уже если я именно вот в мае что-то там нашел вот в мае я как раз для салата там нашел готовил пару раз салат этот одуванчик и иван чай молодой я вот салат но это нашел во время именно эксперимента в аф а так если вот именно за год в течение года уже рассчитывать на заготовки но это конечно хорошо у кого дача есть там опять же деревенским жителям вот даже просто так посчитать 365 дней в году и вы допустим заготовили 300 банок у вас каких-то закруток до литров допустим до 300 банок на год себе заготовили да там помидорчики огурчики там какие-то там не знаю лечо там морковку какую-нибудь в общем ну всяких закруток полно и у вас почти вот те 65 дней они считают допустим это будет летний периода и вы каждый день можете по баночке доставать каждый день и разнообразить вот эту пищу свою своими заготовками закрутками о чем я сейчас выше сказал огурчики помидорчики и там другая всякая разная пища от подвернувшийся пищи ну тут такой вопрос это я уже принципе она так по жизни и происходит как бы все мы большинство наверное ходит по гостям кто-то сходил в гости у того там перекусил дома уже поменьше покушал то есть вы к ним сходили к своим друзьям они к вам пришли и как бы у нас в россии это никогда не считалось там кто у кого там сколько там наел это я слышал в америке там надо знаете по приглашению проект приходить что в гости у нас можно завалиться в гости как бы без это без приглашения пришел в гости и все ну это как бы знаете такой вопрос отдельно у всех по-разному короче в разных странах по-разному даже в россии там на севере по по одному как это одним образом думают похождение в гости там на юге в другим образом в общем коляйка уже сосиску жаришь да и пока интервью я туда и мы собрались короче жарить эти бедрышки ой алиса сама уже ходит лялька сама ходит уже правда зрители не видят этого так сейчас хочу говорить рассказать о бичах есть такой контингент людей бичи но еще и бомжи называют после этого эксперимента я поняли ну как бы у меня по понимание лучше я стал понимать как они вообще выживают не работая ну и не имея какого-то ну то есть не работа не имея дохода а вот они занимаются допустим собирательством там металл сдают не знаю что там где есть возможность они может быть там стиль посуду сдают там этот картон сдают что-то собирают на помойках ну конечно вот этот неприятный момент то что вот люди собирают там на помойку на помойках хотя вот была как-то передача тоже в питере есть такой контингент людей которые вот ну молодые люди все так хорошо одевается их как-то там называют слово у них такое есть название и они питаются вот из помойки достают всякие продукты хорошие ну которые продукты выкидывают там бывает в пакетах выкидывают и в принципе продукты чистые вот этим они питаются ну мне это как-то ну не нравится вот это вот эта фигня блин как-то не принимаю противном когда люди этим занимаются ну не знаю они вот может привыкают к этому как-то им это не противно мне как-то это противно ну видимо может уже у людей они как бы такой этот рубеж прошли что тут как бы такой уклад уже человека то что вот он может залезть в этот в контейнер с мусором искать еду как какую-то или просто ему уже как бы безвыход безвыходность какая то что он ищет еду ну в помойках то есть вот смотрите почему вот я сейчас о них заговорил вот мне хватило но вот питание вы видели кто смотрел полностью все серии там ну питание в основное мое было к естественно основное питание каши иногда там позволял какие-то не слишком сильные там вкусняшки вот на 1300 в месяц ну за месяц бич будем человек бич за месяц как вы думаете может себе человек на 1300 денег достать я считаю может я не знаю как средней полосе тот же самый чермет может быть там этот чермет уже весь собрали это даже вот если человек будет просить деньги да он как-то была передача там показывали эти 1300 он может набрать показывали там передачи в общем за час человек что-то там набрал около 4000 рублей что то есть буквально человеку там достаточно попросите около одного дня денег вот там возле церкви сядет человек станет попрошайничать да ну и как говорят попрошайки говорят по-другому еще просят на хлеб ему этого одного дня хватит чтобы прожить месяц если так по минимуму и вот сейчас как раз я еще хочу поговорить о попрошайках и о помощи бедным и но малоимущим вот люди не хотят давать деньги вот этим попрошайкам то что и эти передачи уже много передач существует то что это бизнес она на самом деле так и есть в москве вот больших я не знаю других городах но про москву уже много было передать что это бизнес и попрошайки просто-напросто платят дань они ходят под крышей не знаю как у них это кто их там крышует как эту категорию вот этих людей называют кто называет кто занимается вот этим попрошайничеством как бизнесом и вот человек видит этого попрошайку и не дает да вот святые говорят надо давать в любом случае деньги и там уже как бы будет грех на этом человеке куда использует деньги именно вот действительно ему не хватает денег или он кого-то там будет это снабжать этими деньгами какого-то богатого дядю или как вот еще есть выражение я лучше дам не может неправильно его это выражение скажу я лучше дам ста человеком которым вот этот но деньги этим ста попрошайкам ну допустим которые занимаются так скажем мошенничеством но среди них один будет которому действительно эти деньги нужны и вот среди них один человек это попадется и эти деньги ему спасут жизнь ну то есть он не будет страдать от голода да ну мое мнение вот чтобы как бы именно помощь доходила действительно до бедных малоимущих людей можно просто как если есть время остановиться там поговорить с человеком если у вас есть там желание помочь такому человеку поговорить с ним ну так и некоторые в принципе так делают зачем тебе деньги там какая тебе сумма там нужно или купить просто продуктов купить допустим полбулки хлеба там не знаю там колбасы там молока там продуктов чтобы человеку этого хватило там на день на пару дней пропитания если не хотите вот чтоб не хотите чтобы не получилось что вот эти деньги ушли какому-то дяде мошенник а именно вот этому человеку который просит и которому нужна еда или допустим вы знаете каких-то какие-то малоимущие семьи им каким-то образом передавать деньги там опять же это можно вот в церковь сходить вот у нас допустим отец михаил он ну просто в церковь вот к батюшкам к ним и иногда и может даже не иногда приходят обращаются люди которые попадают в очень сложные ситуации то есть допустим у них квартира сгорела или там муж умер который вот которого был вот доход денежный и было ну вот то что вот доход денежный там питание не покупали и сейчас у них такое бедственное положение приходит в церковь и просят вот помощи и естественно батюшки знают такие семьи кому помочь вы просто приходите в церковь и у батюшки спрашиваете вы не знаете вот какие то есть семьи конкретные там адреса которым вот именно требуется помощь я хочу там прийти в эту семью и сам лично там допустим деньги им отдать или там что-то им купить что им необходимо то есть это будет уже целенаправленная ваша помощь а не будет то что вот вы подали какому-то попрошайке и вот у вас такая мысль неизвестно куда эти деньги пойдут дальше вот я еще хотел поговорить о продуктах вот ну это вчера мне попалась информация и ну вообще как бы иногда попадалось есть такие продукты которые есть нельзя вот вчера мне попалась информация мармелад сейчас который производит кушать нельзя ну там пишется что это полная химия там это уже мармелад не тот что раньше был это ароматизаторы но хоть это все съедобное но она как бы полезности не дают ну это не я говорю это я прочитал информации вам эту передаю эту информацию то вот был были продукты список которые вот вредные продукты потом допустим курятина это вот цыплята курят это окорочка там применяют и гормоны для их роста и вот это вот это мясо курятина оно вредно для мужчин то что там гормоны находятся гормоны их вводят им гормоны для роста мяса и мужчинам вот это вредно мясо есть у них получается дисбаланс гормональный в общем лучше конечно есть мясо такое какое-то деревенское которое выращено людьми которые выращены не какими-то не промышленными масштабами там где не применяется гормоны какие-то химические добавки то есть есть экологически чистую мясо и вот это экологически чистые продукты кушать опять же там больше легкой пищи вот кстати о масле и от сливочном там была такая информация масло которое сливочное имеет 72 процента жирности там я не помню 72 и 5 это масло называется растительное масло там его водородом как-то там в общем бомбят и она получается как бы масло рин или как-то вот то есть вот это масло 72 процента жирности это не настоящее масло растительное которого делают похоже на масло нужно вот если хотите хорошим маслом питаться чтобы там жирность была там что-то около 80 82 процента с чем-то вот это обычно вологодское масло надо покупать масло известных производителей то есть ну знать вот это хорошее масло лучше вот таким маслом питаться пусть будет оно дорого да там на порядок пусть вы будете его меньше покупать и редко но зато это будет здоровая пища вот я пришел к выводу лучше я буду покупать дороже масло но не буду покупать вот это дешевое масло которое вредно для организма которые вот эти жиры откладываются лишние дальше что больше легкой пищи салаты ну и вот вообще исходя из этого проекта мне стала яснее картинка как можно прошить в лесу на дарах природы вот опять же это зависит где вы находитесь какой области на севере там допустим в средней полосе в лесу допустим где южнее южнее лес там там естественно можно ну легче прожить там допустим вы можете даже и плодовые курс культуры где-то допустим вы поселились в каком-то обособленном месте в глухом до живете вот лесными горами там и вы можете по максимуму по максимуму питаться дарами природы сделать себе там огородик рассчитать на год возьмите ее на ручке а то или дайте мне дайте мне дайте да ладно я ее так пока подержу вот питаться дарами природы рассчитать все на год сколько вам нужно в общем можно прожить лесу вот она хочет гулять сейчас пойдем сейчас пойдем все спасибо за внимание в принципе я все вам рассказал по выводам всего доброго до свидания еще раз с праздником троицы счастья и здоровья